В заседании Федерального штаба по газификации в режиме ВКС принял участие глава республики, обсудили реализацию поручения президента по газификации. Теперь в комфортных условиях будут вести прием врачей и фельдшер. В поселке Октябрьский Прикубанского района открылась новая врачебная амбулатория. Общественная палата подписала соглашение с некоммерческими организациями и общественными объединениями, что предусматривает документ. Семья Кирбежевых из Хабецкого района вернулась из Москвы, где представляла республику на всероссийском семейном форуме родные любимые. Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Вести, Карачева, Черкесия. Глава Карачева, Черкесия Рашид Тимрезов в режиме ВКС принял участие в заседании федерального штаба по газификации, которое прошло на площадке форума Россия под руководством вице-премьера Александра Новака и первого заместителя председателя Совета Федерации России Андрея Турчака при участии представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей компаний «Газпром» и «Газпром Межрегионгаз». В центре обсуждения реализация поручения президента России Владимира Путина по социальной газификации частных домовладений социальных учреждений здравоохранения и образования. В Карачево-Черкесии эта программа очень востребована и идет хорошими темпами. Всего подано 5149 заявок, из них 1 1299 в 2023 году. На сегодняшний день заключено 4662 договора на технологическое присоединение к газораспределительным сетям. Строительно-монтажные работы по всем завершены. В 2427 домовладениях выполнен пуск газа. 9 заявок направлены для подключения к сетям газораспределения социально значимых объектов. По словам главы Карачева-Черкесии, в регионе действует республиканская программа по поддержке отдельных категорий граждан в части субсидирования затрат. С 1 января постановлением правительства республики предусмотрено предоставление участникам СВО и членам их семей субсидий до 100 тысяч рублей на покупку газа, использующего оборудование. Рашид Тимрезов выразил благодарность правительству России, руководству компании ПАО «Газпром», партии «Единая Россия» за эффективное взаимодействие в рамках реализации программы социальной дегазификации. Эта работа будет обязательно продолжена, подытожил руководитель региона. В поселке Октябрьском Прикубанского района республики открылась новая врачебная амбулатория, построенная по поручению главы Карачева-Черкесии. Прежнее здание прослужило медикам несколько десятков лет и давно израсходовало свой ресурс. С торжественного открытия Артур Мхце. До недавнего времени именно в этом здании в течение многих десятилетий располагались специалисты Октябрьской врачебной амбулатории. После очередного града, ставшая решетом крыша, перестала от чего-либо защищать. Поэтому построенная рядом по нацпроекту здравоохранения новая амбулатория стала долгожданным приятным дополнением к каждодневному труду врачей. У нас протекали потолки, у нас не было отопления. Зимою это у нас было самое настоящее бедствие. Стены покрылись плесенью, приходилось вот в таких условиях нам работать. Теперь вот по нацпроекту нам построили вот это помещение, мы перешли сюда, мы не можем нарадоваться. Точно так же, как наши больные. Участие в торжественном открытии врачебной амбулатории приняли представители власти в регионе и районе. Зампредправительства Джанибек Суинов отметил, что в Карачаево-Черкесии обновление первичного звена здравоохранения идет активными темпами. Это все делается для населения. Дает возможность нашим врачам, медицинским работникам, которые здесь сегодня работают и будут работать, позволить им еще шире и доступнее быть для населения нашей республики. Оно сегодня полностью укомплектовано в рамках тех требований, которые предъявляются по новым нашим фельдшерским пунктам. Далее символически перерезанная ленточка и экскурсия по кабинетам. Там уже полным ходом шел прием населения. Педиатр, терапевт, фельдшер, специалисты других профилей. В здании для всех постарались создать оптимальные условия. Более комфортно стало и посетителям. Зимой тепло, есть где дождаться своей очереди. Пришел на прием, к нам новое помещение. Раньше было старое, холодно было. А сейчас здесь хорошо, уютно. 23-й год у нас был для медицины Карачао-Черкесия одним из прорывных. Порядка 20 объектов здравоохранения участвовали в модернизации. Это и строительство своих новых врачебных амбулаторий, фельдшерских пунктов, фельдшерских пунктов. Это и капитальные ремонты, реконструкции зданий здравоохранения. Большие планы у нас также и на 24-25 год. В зоне внимания специалистов здравоохранения поселка Октябрьского порядка 1200 человек. Оснащенное всем необходимым обновленное здание врачебной амбулатории готово к приему людей. А в случае экстренного вызова у медиков есть возможность оперативно отправиться к пациенту. Транспорт всегда под рукой. Артур Мухцемиха Каракелян, Вести Карачао-Черкесия, Прикубанский район. В Карачао-Черкесии продолжается капитальный ремонт берега укрепительных сооружений в целях защиты населения от паводков в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов. Поручение отремонтировать эти объекты глава республики озвучил в ходе своего послания народному собранию. Продолжатся работы берега укрепительных сооружений на реке Кубань в ауле Хумара на реке Большая Лоба в селе Предгорное. Помимо этого в рамках программы будут разработаны проектно-сметные документации по расчистке русел рек Абазинка, Овечка в Прикубанском, Уст-Джигутинском районах и в Черкесске. Руслоочистительные и дуноуглубительные работы на реке Кефарь в станице Староживой, на реке Хусак-Кардоникская в Зеленчугской, на реке Кардоник в станице Кардоникская и ауле Козыл-Октябрь, а также на реке Маруха в селе Маруха. В Общественной палате республики прошло подписание соглашения о сотрудничестве с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием при проведении выборов президента России, назначенных на 17 марта. В условиях сложной геополитической ситуации и внешнего давления общественное наблюдение и контроль за выборами становятся более важными, чем когда-либо. Некоммерческие организации играют важную роль в обеспечении прозрачности и справедливости избирательного процесса. Их деятельность способствует укреплению доверия граждан к избирательной системе и гарантирует прозрачность проведения выборов, отмечает председатель Общественной палаты Карачева-Черкесии Елена Ляшова. Общественные организации всей душой за то, чтобы будущее было свободным, будущее было богатым, будущее, где мы бы друг другом жили, в мире взаимоуважении. И вот именно сейчас некоммерческие организации, подписав соглашение с Общественной палатой, подтвердили, что вместе с ней они контролируют данный процесс, что они вместе с ней уже сейчас работают непосредственно по работе с нашими наблюдателями. Вместе с нами они проводят различные консультации. Мы также учимся у наших общественных организаций. И когда будет открыт Центр общественного наблюдения, они подтвердили, что придут и будут здесь все три дня их представители находиться и наблюдать за ходом избирательного процесса. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимреза встретился с министром цифрового развития республики Валерием Медовым. Министр доложил об итогах работы за 2023 год, о текущем статусе и перспективах дальнейшей цифровизации в регионе. Так, за последние два года республика существенно улучшила свои позиции сразу по ряду направлений. Обучению кадров, внедрению электронного документа оборота и межведомственному электронному взаимодействию, увеличению количества госуслуг, работе платформы обратной связи с жителями, реализации положения о создании госпаблика всех государственных организаций с целью обеспечения доступности информации для граждан и совершенствования обратной связи. По итогам 2023 года регион находится в составе лидирующей группы в общем рейтинге цифровой трансформации субъектов России. Рашид Тимрезов поставил задачу не снижать темпов работы, постоянно расширяя возможности для граждан получать услуги, связь, информацию в цифровом виде быстро, качественно и достоверно. Также на встрече обсудили реализацию инфраструктурных проектов для обеспечения сотовой связи и интернетом населенных пунктов Карачева-Черкесии. За два минувших года дополнительно установлено 133 базовых станции сотовой связи, что позволило существенно расширить зону покрытия. В будущем эта работа будет продолжена. Первым официальным мероприятием, открывшим год семьи в России, стал всероссийский семейный форум «Ротные любимые», который прошел в столице и объединил династии со всей страны и стал площадкой для диалога поколений и сотворчества детей и взрослых. Карачева-Черкесия представила музыкальная семья Кирбижевых из Хабецкого района. По приезде с ними встретилась наша съемочная группа. Фатима Даурова продолжит. Всего в форуме приняли участие более 250 семей. Нашу республику представила музыкальная семья Кирбижевых, родом из Беслинея. Зулета Кирбижева и ее трое детей рассказали гостям экспозиции региона о музыкальном искусстве народов Карачаева-Черкесии. Исполняя старинные национальные мелодии и их современные интерпретации, семейный ансамбль продемонстрировал зрителям и слушателям уникальное звучание традиционных народных инструментов. Живое выступление музыкантов украсили танцевальной композицией в исполнении солистов театра танца Государственной филармонии Карачаева-Черкесии. По приезде из столицы семья Кирбижевых в теплой и уютной обстановке встретилась с журналистами, чтобы рассказать, как Москва их встретила, как они представили богатую культуру родной республики и, в общем, как у них получилось себя показать, да на других посмотреть. Ну и в завершении нашей концертной программы мы указали то, что мы многонациональная республика и чтить традиции очень важно. И при всем при этом пронести эти традиции в наше современное общество, у нас просто есть четкое понимание, вот они традиции, вот они современные. Ну, современная музыка, современное искусство. А вот вместе это собрать немного сложно. И в завершении мы продемонстрировали произведение, где национальная музыка была, скажем так, скомпонована с современной музыкой. Любовь матери к музыке передалась и детям. Домашние стены всегда были окутаны мелодичными звуками национальной гармоники. Зюлета Кирбижева, видя, с каким интересом дети реагируют на ее игру, старалась потихоньку приучать их к миру прекрасного. И у нее получилось. Так или иначе, все пятеро детей имеют отношение к музыкальному искусству. Глава семейства Алик Кирбижев поделился секретом счастливой семейной жизни. Многодетный отец убежден, что счастливая семья – это гавань понимания и любви. Они со мной разговаривали на равных ушли. Ну, внучки, обычно, сами знаете, с детьми у нас так не разговаривают, а эти со мной на равных. И вот они пришли, мне говорят, папа, ты у нас самый хороший. Ну, всем приятно такое слышать. Думаю, а что я, где я хороший? Они мне говорят, а ты выпил для нас самую лучшую маму в мире. Вот так они мне сказали. Вот так самая лучшая мама в мире хранит тепло домашнего очага, согревая и оберегая своей добротой всех членов своей красивой семьи. Фатима Даурова, Белла Мамхягова, Ринат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. В республике прошла презентация книги автора Мадины Гашоковой. Книгу издали при содействии председателя регионального отделения Союза женщин России Марины Барлаковой. Мадина Гашокова тоже является членом Союза женщин. С ними встретилась наш корреспондент Белла Джазаева. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.